А теперь я бы хотела несколько слов сказать о предстоящей, о ближайшей нашей работе. Ну, конечно, февраль, вы сами понимаете, февраль у нас такой месяц не очень продуктивный, потому что болеют дети, болеют взрослые, все поликлиники забиты больными. Поэтому, но тем не менее, мы пока продолжаем работать, правда, в ограниченном режиме. Но впереди у нас 8 марта, и три дня мы отдыхаем, 7, 8, 9 марта. Мы подготовили очень хорошую программу для женщин. Во-первых, 6 марта, обратите внимание, 6 марта в 6 часов вечера на большой сцене. Специально к празднику 8 марта мы выпускаем премьеру спектакля по пьесе Михаила Рущина «Валентин и Валентина». В этой пьесе, в этом спектакле занята почти вся труппа нашего театра. Но молодежь 100% все заняты. Они поют, танцуют. Я думаю, что будет очень интересный спектакль. 7 марта мы возобновляем показ спектакля «Юнона и Авось». Специально для вас, дорогие женщины. А 8 марта для вас же, дорогие женщины, состоится большой праздничный концерт с участием творческих коллективов кинишмы, артистов театра и, конечно, Ивановской филармонии. Будет показ дефиле женской одежды, будет выставка продажа женских аксессуаров. Поэтому поторопитесь купить билеты. Билеты мы специально сделали недорогие на все мероприятия праздничные. Это до 300 рублей. Ну а 10 марта у нас в гостях Рыбинский театр со своим спектаклем «Мужская работа». Кстати, билетов почти уже нет на этот спектакль. Хотя, несмотря на то, что они уже третий раз приезжают с этим спектаклем к нам в кинишму. А 27 марта у нас еще одна премьера. Кстати, 27 марта – это день рождения, то есть международный день театра. И у нас еще одна премьера по пьесе Уильямса. Это очень известная пьеса «Трамвай желания». Вот этот вот спектакль. Причем режиссером этого спектакля выступает наш молодой артист, выпускник Щукинского училища, Бахтанг Харчелаба. Ну и в конце марта мы приступаем к большому широкоформатному полотну. Это по пьесе, известной пьесе Макса Фриша «Они все поют». Это мы посвящаем 70-летию Победы. Занята абсолютно вся труппа. Приезжает к нам на работу с труппой литовский режиссер, режиссер Саулис. С мировым именем, потому что он ставил очень много, работал много в Европе, ставил спектакли в московских театрах и Петербурга. Очень хороший художник-постановщик Литвы этого спектакля. 29 мая мы закрываем театральный сезон именно этим спектаклем и посвящаем это великой победе. Тоже о спектакле, об артистах, о режиссерах. Вы всю информацию можете найти на сайте нашего театра. Театра Островского.рф Также для школьников, для студентов, для молодежи, для ветеранов, для всех наша молодежь подготовила литературно-музыкальную композицию «Этот вечный огонь». Ее мы будем показывать на малой сцене, начиная с середины апреля и до конца мая. Вот такая предстоит нам работа в эти дни. Продолжение следует...